Одни горожане в жару охлаждаются мороженым, другие ныряют в Амур. Детей, решивших искупаться без родителей, спасатели из реки выгоняют. Ты уже замерзла сегодня. Я не замерзла. Отрожи. Знаете, да, то, что в присутствии родителей нужно купаться? Почему пришел на берег без родителей юный пловец, рассказывать не захотел. От съемочной группы убежал. Зато его друг, 10-летний Денис Заровчатский, посчитал, что скрывать ему нечего. Воды не по годам бесстрашный парень не боится, плавает, как рыбка. Разрешение родителей ему ни к чему. К Амуру в районе Мухина-1 приходит постоянно. Так, а мы же не утонем. Купаться хочется. А где еще купаться? Родители бы взял с собой. Так мама ногу сломала, а папа дома. Напугать таких смельчаков может только форма. Завидев людей в погонах, спешно собирают вещи и убегают. Потому и решили правоохранители вместе с добровольными народными дружинами дежурить в официальных местах отдыха каждые выходные. Спасатели делать это будут, как обычно, каждый день. Наказать ни те, ни другие не могут. Но вот спасти жизнь. Запросто. Нашим приходилось на Владимировском озере, озере, тоже человек в алкогольном опыте не зашел, начал тонуть. И вот наш спасатель его вытащил, потому что там находится тоже моторная лодка у нас с мотором. Мы, соответственно, выезжаем по автрулированию на воде на Первом озере. И он вытаскивал, и оказал ему первую помощь. Ну, как бы спас его, да. Если бы он не успел его поймать, сходу вытащить, на лодку довезти его. Тогда бы человек был помер. Спасти ребенка бывает намного сложнее. Течение подхватывает молниеносно. Это подтверждает и печальная статистика. В 2018 году на Амурских водоемах утонули семь детей. В 2019-м – девять. В 2020-м таких случаев уже два. В этом году переживают спасатели. Ситуация может осложниться тем, что лагеря закрыты, и вся ребятня отдыхает в городе. Родители просят лишний раз напомнить своим чадам, насколько опасна вода. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов. Программа «Город».